Назвали СМО «Команда новых жизней». Не путать с палатой номер 6, у нас тоже первая. В нашей команде представители Заводубовского городского округа, Армизонского района, Мутинского муниципального района, Арамашевского района и Юргинского района. На вашу сторону мы представляем две триады, которые показались нам достойными. Не только наше покреждение, но и слушать вашим людям. Итак, первая триада. Ну, вот такая. Потому что, опять же, положительность, у которой мы везде есть отрицательная сторона. Значит, мы решили рассмотреть позицию увеличения благосостояния жителей. То есть, каждый знает, что личное подсобное хозяйство это основная строка бюджета. Не везде у нас запаха молока, потому что мы знаем, что у нас сельскохопроизводственные объединения терпят, но на многих районах закупают молоко. Но не всех производителей устраивает цена молока. Поэтому мы привели сюда главную, что сегодня у нас в дождико прописано, нет организованного рынка с бытами не только молока, но самое главное – овощей. Овощей и коросой. И очень много об этом говорится, что тогда, равно не поздно, будет у нас кооператив, который будет закупать на территории, и мы решили точно знать, кто все развал. Это вот у нас сегодняшняя ситуация, правда, всегда. Другая ситуация – это у нас в будущем, что мы хотим. Мы хотим создать, что у нас была инициативная группа, в которую входили в я. Самое главное – это старосты на зеленых пунктах, я думаю, во многих людях они уже есть, и знали свои труды, и знали, как ему производимы продукции. Специалисты органов местного соуправления, которые владеют всеми данными из-за хозяйственной группы. И, конечно же, инициативные жители, а также представители какого-то учеба. Не только, например, в районе Мурске, то еще и на севере. Мы хотим исключительно с бытом и найти не только, кто купил картошку и молоко, а может быть, кто-то заинтересуется какой-то сельскатегой, ну, например, маринованными грибами, с высушенными мукоморами для лечения, дикорастущими травами, которые происходят где-то на этих местах. Организовать на территориях первичную переработку какого-то небольшого холста, например, сметанотвор деревенский, который всегда пользуется спросом, маринованные грибы и ягоды, а все остальные излишки, через кооператив, который сбыт за достойную плату, через организованный, наконец, кооператив, по скорому, по ассоциативу овощей. Ну вот, а барьер у нас два, как все говорили. Это несоответствие затрат, которые влашивали владелец личного подсобного хозяйства в свою полуцию, то есть затраты медицина и отсутствие вот этого загоуточного преградива. Мы считаем, что торговую лавку на территории любого района в районном центре организовать можно. Договориться с этим местом, сделать вырезку, как Росказский край делает, что вот свежие, там, продукты питания из личного подборья, это можно будет сделать. Значит, про инцидивную группу я сказала, про идею нашей сказала, хочется, чтобы вот это солнышко, которое в нашем будущем светит, над всеми личными подборьями, стало большим, молнии все ушли, законодательная масса поднялась, то и мы живем прекрасно. Будет личное подсобное хозяйство, будет уверенность в завтрашнем дне, может быть, у нас и молодежь останется, которая будет очень подружена в своей силе. Поаплодируем, да!